Друзья, всем привет! Меня зовут Любомир Борода, и это мой канал. С огромным удовольствием хочу поприветствовать всех, недавно присоединившихся к моему каналу, потому что ролик про алкоголь выстрелил, очень даже интересно. Пять месяцев прошло, и сейчас стали его смотреть. Насмотрели уже 120 тысяч просмотров, оставили гору, горскую всяких разных комментариев. Мы в это время были в автопутешествии, я каждое утро просыпаюсь в палатке, просто охреневал от количества комментариев. Ну и, конечно же, мне это было очень приятно и интересно, вне зависимости от того, что вы пишете. Кто-то увидел себя, посмотрев этот ролик, кто-то отнесся с сарказмом, кто-то написал какие-то свои пожелания, а кого-то я промотивировал. И если несколько человек, посмотрев этот ролик, откажутся от алкоголя, то это уже результат, согласитесь. Ну и, соответственно, этот ролик принес мне около полутора, я смотрел последний раз, полторы тысячи вроде подписчиков новых, но мне кажется, что сейчас уже их больше. Ну пусть будет две тысячи новых подписчиков. Сегодняшний ролик я хочу посвятить маленькой части автопутешествий и вопросу, что брать с собой в автопутешествия. То есть сегодня мы не будем рассматривать прям полностью арсенал от и до, а акцентируем внимание на таких простых вещах, которые в принципе и так каждому понятны, но которые почему-то проявляются уже после того, как вы вышли из дома, сели в машину и поехали. Это мобильная связь, это электричество и это деньги. Вот, давайте по порядку. Мобильная связь. Путешествие по Украине, прошу заметить. Есть три основных мобильных оператора. Это Киевстар, Водофон и Лайфселл. Путешествием по стране, вы сталкиваетесь с тем, что какой-то мобильный оператор не будет иметь вообще покрытия в данном регионе, а какой-то будет ловить хорошо. Соответственно, если вам нужен интернет, то вам нужно иметь три сим-карты. Сейчас скажут, что зачем мне в путешествии интернет, но данный ролик рассчитан на тех людей, которые ездят, фотографируют, возможно, им надо работать удаленно. Сейчас в наше время удаленщиков очень много, соответственно, интернет нужен всегда. И берите три симки, устанавливайте на них самые простые тарифы, просто с объемом интернет каких-то гигабайт, и пользуйтесь. Ну, каждый год стараемся куда-то выезжать, какие-то охватывать регионы, и по-разному себя показывает мобильный оператор. Когда-то я, мне прям нравилось, как работает Киевстар, куда не заедешь, в какую деревню, в какое село там есть. Вот, а вот в этот сезон Киевстар себя показал в какой-то области хорошо, где-то его не было вообще. Обязательно берите с собой три сим-карты. Этот вопрос закрыли. Следующий вопрос. Электричество. Опять же, вроде простой вопрос, самый простейший, да, каждый из нас берет с собой в дорогу пауэрбанк, но не забудьте его зарядить. Очень часто бывает, что вы берете пауэрбанк, а там два деления, вы два раза или там полтора заряжаете телефон, и потом пауэрбанк у вас пустой. Вы думаете, ага, ну мы же будем ехать в машине, в машине можно зарядить, когда едешь. Можно от прикуривателя, да, есть там специальная штучка, где можно поставить переходник, включить туда шнурочек. Но часто бывает так, что в автопутешествии вы едете не один, а, например, как минимум у вас двое пары, да. А еще часто бывает, что вы берете еще пару человек с собой. То есть получается, что четыре человека на один разъем в машине просто очень часто с этим сталкивался. То, что даже если вы включаетесь на подзарядку в автомобиле, ну это очень неполная зарядка, это зарядка на вообще вот чуть-чуть подсосать. Плюс вы постоянно останавливаетесь на каких-то заправках, на пописать, покакать, еще что-то. В этот момент вы все равно вытаскиваете телефон, вы куда-то идете, потому что там, где вы какаете, открылась красивая полянка, вам надо ее сфотографировать. То есть телефон у вас не заряжается. Вот, и поэтому, как я вот сейчас уже вижу, лучше даже парочку пауэрбанков. Потому что, да, может быть, по пути у вас есть кемпинги, может быть, есть какая-то гостишка, и вы сможете там подзарядиться. Но может случиться и такое, что кемпинг, на который вы рассчитывали, занят, в гостишке выключили свет, резервный источник питания обязательно нужен. Желательно, да, взять каких-то парочку пауэрбанков, и чтобы они у вас были полностью заряжены. Помимо пауэрбанков, так как я заговорил о гостиницах и кемпингах, вы приезжаете, там, одной машиной, двумя, тремя, да, вам предоставляют какое-то место и, в принципе, доступ к розеткам. Но не всегда розеток хватает на количество ваших девайсов. Например, вот я фотографирую и снимаю видосы. У меня гоупрошка, у меня кэнон-камера, вот, плюс у меня там эти же пауэрбанки, телефоны, какие-то аккумуляторы дополнительные. Мне хочется вот пока есть ночь и есть розетка, по максимуму зарядить всё, даже использованный там наполовину в дороге пауэрбанк. Потому что неизвестно, куда меня дальше занесёт. Поэтому я стараюсь с собой таскать вот такую штуку. Вот. Их очень много всяких разных на Алиэкспрессе. Лучше качеством, хуже качеством. Вот здесь у меня 4 USB-разъёма на одну розетку. То есть, пользуясь всего лишь одной розеткой, заняв одну розетку, вы можете одновременно подзарядить 4 девайса. Ну и, соответственно, не знаю, как там вам удобно, мне удобно возить с собой вот такую сумочку. Тут два отделения, ещё одна открывается. С различными мелкими кармашками, где можно как раз перевозить всякие шнурочки, пауэрбанки. Вот, кстати, переходнички. Вот ещё нашёл плеер. Зачем плеер, да? Сейчас в наше время мы легко слушаем музыку, радио и прочее. Опять же, когда вы находитесь в автопутешествии и едете по какому-то, по какой-то между сёлами, короче, по дороге, и вам хочется послушать любимую музыку со стриминговых платформ, и получается, что интернета-то нет. Вы берёте с собой просто плеер, вы берёте к нему шнурочек, мини-джек, мини-джек, да? Включаете его в свою автомагнитолу и без проблем слушаете музыку. Конечно же, можно возить с собой там CD-диски или флешку с MP3. Ну вот мы возим с собой аудиоплеер, накидываем туда плейлисты. Плейлисты для того, что любит жена, какой-то плейлист, который люблю я, и плейлист для дочки, если ребёнок едет с нами. Для того, чтобы мы всё время, вне зависимости от доступа к интернету на каком-то участке трассы, мы могли слушать любимую нам музыку. Так, с этим мы тоже разобрались. Желательно иметь побольше шнурочков. Вот я, например, вожу там шнурочек для подзарядки фитнес-трекера, который мне тоже нужен, на него приходят уведомления, и плюс он там что-то мне считает. Вот, с электричеством разобрались. И последний, очень, опять же, вроде бы такой прям всем понятный вопрос, но часто случается так, что люди, просто не задумываясь об этом, оказываются в каком-то сельском магазине без денег. То есть у них есть деньги в телефоне, они могут пайпасом расплатиться, у них есть деньги на карточках, но в магазине, в сельском, в котором вы вот нашли, проехав миллионы километров, вам очень хочется воды, вам хочется что-то перекусить, а ваша вода уже вся чуть ли не кипяченая в бутылке питьевая, какая есть, а хочется холодненького. И вы залетаете в какой-то сельский магазин, который наконец-то попался вам на пути, вы хотите съесть мороженое, попить какой-то водички, купить каких-то сосисок, поесть там, блин, или батон с майонезом, да, ну, хотелки у всех бывают разные. А в этом селе нет терминала, и они не принимают ни карточки, ни ваши пайпасы и прочие дела. Обязательно возите с собой наличку, вот обязательно, именно автопутешествия по Украине. То есть карта, это да, это заправки, какие-то там мини-маркеты по пути, там еще что-то, но в сельские магазины, да, сейчас уже, ну, вот по сравнению даже с прошлым годом, с позапрошлым годом, больше попадаются сел с терминалами. Но сталкивался с таким, что, например, карточку Монобанка у меня не принимали только потому, что она черная. То есть вот продавщица сказала, я никогда таких не видела, дайте что-нибудь другое. Вот, и мне пришлось достать карточку Приватбанка, она более, видимо, продавщица такие видела часто, она мне ее приняла, Монобанка принимать не хотела. Вот, что же говорить там про пайпас. Соответственно, обязательно должна быть с собой наличка. И опять же наличка не 500 гривенными купюрами, потому что какой-то сельский магазин, может, у них выручка вот эти 500 гривен раз в неделю бывает, ну, разные же села. Соответственно, как-то разбиваете, какой-то кэш с собой должен быть. И еще последнее, что хотел сказать, и почему-то не сказал, это мобильные приложения, которые помогают в дороге. Это, конечно же, Google карты. Вот, многие ездят по разным навигаторам. Я вообще не езжу, у меня за рулем жена, и она, соответственно, строит маршрут, все. Но, глядя на нее, как она это делает, она всегда говорит то, что вот именно Google очень круто просчитывает все пробки, ремонтные работы, очень классно перестраивает маршрут и никогда не подводит. Очень удобное приложение Maps.me. Это карты, оффлайновые карты, вы их скачиваете. По Maps.me, как говорит жена, не всегда удобно ехать, потому что они могут завести куда-то туда, где вообще проехать невозможно. Но в Maps.me есть классная фишка, что там очень много таких туристических объектов отмечено, которых нету на других картах. То есть, ну, такие, знаете, неофициальные туристические объекты. В Maps.me хорошо строить пешие какие-то маршруты, они иногда показывают интересные тропинки, которых нету тоже на каких-то официальных там гугловских картах. Есть еще одна полезная очень приложуха, называется Автострада. Автострада.Инфо. Есть такой сайт и есть у них мобильное приложение. Это приложение показывает все трассы Украины. То есть, помимо того, что она просто показывает эти трассы, она по этим трассам все время дает актуальные отзывы. Потому что, если вы ехали месяц назад по какой-то дороге, ее могли запросто разбить дальнобойщики своими грузами, а она будет уже другая. И тут, чем хорошо, ты берешь любую трассу и на ней самые-самые свежие, там, вчерашние, позавчерашние комментарии от водителей. Также вы, проезжая по трассам, можете легко, если вам нечего делать в дороге, как вот, например, я сижу рядом с женой, она едет, я увидел много ям, залез на эту автостраду и пишу. Вот, едем в промежутке таком-то, таком-то, жопа полная и так далее. То есть, это тоже очень удобная штука. Я сказал совершенно очевидные вещи, но на которые все время стараетесь обращать внимание, если вы планируете автопутешествие по Украине. И почему еще я об этом говорю? Как бы, оно вроде бы, вот, все понятно, да, маршрут можно построить из дома, ехать. Но, вот, следуя нашей практике, как бы вы не выстраивали маршрут, вы все время вносите в него корректировки по пути. Это связано и с ночлегами, и с местами, которые вы хотели посетить. То есть, изначально вы вырисовываете себе какой-то костяк определенный, да, что вот это будет вот так. Но, по факту, это получается намного интереснее и совсем не так, как вы планировали. Ну, по крайней мере, у нас. Не знаю, как будет у вас. Все, спасибо вам большое. Если было интересно, ставьте лайк. Если было неинтересно, ставьте дизлайк. Вот, пишите комментарии. И вообще, если эта тема заходит, в принципе, мне есть, что рассказать про автопутешествия, что я с собой беру. Помимо телефона, шнуров, банковских карточек и кэша, и палатки, и спальные мешки, и прочие какие-то причиндалы для приготовления пищи, какие-то там удобства и минимализм. То есть, если это интересно, пишите, и мы будем продолжать. До новых встреч. С вами был Любомир Борода. Всего хорошего. И вообще, вот, пусть всегда будет солнце.